Всем привет! В этом видео я покажу, как делаю цветные шоколадные потёки. Нам понадобится желатин, сливки, шоколад и красители. Желатин замачиваем в холодной воде. Сливки доводим до очень горячего состояния. Желатин топим в микроволновке 10-15 секунд. Добавляем в горячие сливки и хорошо размешиваем. На этом этапе можно добавить диоксид титана в эту смесь. Белый шоколад растапливаем до однородного состояния и добавляем к этой смеси наши сливки с желатином. Тщательно размешиваем. И пробиваем смесь блендером. Температура получившейся смеси около 40 градусов. Нужно работать очень быстро, потому что желатин начинает схватываться. Перекладываю часть ганаша в другую ёмкость. У меня будет гендерный торт, поэтому я окрашиваю две части моего ганаша. Одну в розовый, другую в голубой цвет. Использую только жирорастворимые красители. Тщательно размешиваем нашу смесь с красителем. Переливаем в кондитерский мешок. Вторую часть смеси я окрашиваю голубым красителем. Также тщательно размешиваю и перекладываю в кондитерский мешок. Сейчас температура смеси около 30 градусов. Я думаю, что можно было бы еще немножко подогреть, чтобы она не так быстро застывала. Прежде чем нанести потеки на торт, я всегда тренируюсь на стаканчике, который я поставила в холодильник предварительно. Если потеки застывают, то можно их наносить на торт. Торт у меня выровнен и хорошо охлажден. Минимум 4 часа он провел в холодильнике. Шоколадные потеки мне удобнее делать из кондитерского мешка. Аккуратно проходим себя по бортику, толкая кабельки шоколада вниз. Белый шоколад с желатином хорошо застывает. Выливаю остатки смеси на центр торта. И аккуратно распределяю спатулой. Этот шоколад очень быстро застывает на торте, оставляя немного неровный след. Проделаем те же манипуляции с голубым. Канаша. Если он у вас успел уже загустеть, то можно немного подогреть в микроволновой печи. Главное смесник перегреть, иначе потеки будут на подложке, а не на торте. Если не уверены в температуре смеси, то предварительно проверьте на стаканчике из холодильника. Если шоколад застывает, то можно наносить на торт. Также распределяем спатулы. Нужно работать очень быстро и аккуратно. Такой гендерный тортик у меня получился. Здесь еще буквы из белого шоколада, окрашенные кандурином. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok